Лев Николаевич Толстой Лев Николаевич Толстой Воспитанием детей, в том числе и маленького Левы, занимались родственники. Своё начальное образование будущий писатель получал дома. Его обучали немецкие и французские учителя. В 1843 году Толстой поступает на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет. Однако из-за плохих оценок ему пришлось перейти на более лёгкий юридический факультет. В 1847 году он покинул и его, не получив никакой степени. В это время, подражая Бенджамину Франклину, он начинает вести дневник. Именно эта привычка вдохновила его на написание собственных повестей и романов, а также позволила сформировать большинство жизненных принципов. Достоверно известно, что Толстой очень любил музыку и мог часами играть на рояле. Его любимыми композиторами были Бах, Гендель и Шопен. Старший брат Толстого, Николай, имел на него большое влияние. Именно он предложил ему поступить на военную службу. В результате Лев Николаевич стал служить юнкером на Кавказе, а в 1854 году был переведен в Севастополь, где участвовал в Крымской войне до августа следующего года. В это время он написал автобиографическую повесть «Детство», в которой мастерски описал воспоминания первых лет жизни. Как только произведение было опубликовано в журнале «Современник», Толстой сразу же стал популярным. Его моментально вознесли на одну ступень с такими выдающимися литераторами, как Тургенев, Островский и Гончаров. Интересен факт, что будучи молодым, Толстой отличался высокомерием и упрямством, что хорошо заметно по его записям в дневниках. Некоторое время он сильно увлекался азартными играми, причем до такой степени, что в 1854 году проиграл в карты дом, в котором родился, что в усадьбе Ясная Поляна. Его партнер разобрал перешедшее ему имущество до гвоздика и все вывез. Сам писатель мечтал выкупить эту постройку обратно, но так и не осуществил этого. В 1857 году Толстой публично назвал себя анархистом, после чего решил уехать во Францию. Тургенев после встречи с Толстым в Париже писал «Действительно, Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю. Странный он человек, я таких не встречал и не совсем понимаю. Смесь поэта, кальвинистов, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо. Высоконравственное и в то же время несимпатическое существо». Интересен факт, что позже между Тургеневым и Толстым на почве убеждений возникла ссора, которая чуть не довела их до дуэли. Проиграв за границей все свои сбережения, Толстой был вынужден возвратиться из Европы домой. С 1862 года он начал издавать педагогический журнал «Ясная поляна», где главным сотрудником был он сам. Однако, не имея издательских способностей, он сумел выпустить только 12 номеров. 23 сентября 1862 года Толстой женится на Софье Андреевне Берс, которая была дочерью врача. От этого брака родилось 9 сыновей и 4 дочери. 5 детей из 13 умерли в детстве. На момент свадьбы Софье Андреевне было всего 18 лет, а графу Толстому 34 года. Интересен факт, что перед свадьбой граф дал будущей супруге перечитать свои дневники, в которых описывались его многочисленные блудные связи. Он считал это честным и справедливым. По словам жены писателя, она на всю жизнь запомнила их содержание. На некоторое время в биографии Толстого наступает самый светлый период. В лице жены он нашел помощницу во всех делах, практических и литературных. В отсутствие секретаря именно она по несколько раз переписывала набило его черновики. Однако очень скоро их счастье омрачилось неизбежными мелкими размолвками, мимолетными ссорами и взаимным непониманием, которое с годами лишь усугубилось. Дело в том, что для своей семьи Толстой предложил своеобразный план жизни, согласно которому часть семейного дохода он отдавал на бедных и школы. Ему хотелось максимально упростить пищу и одежду своей жены и детей. При этом он намеревался продать и раздать все лишнее – фортепиано, мебель, экипажи. Естественно, его супругу Софью Андреевну такой сомнительный план явно не устраивал. На почве этого у них вспыхнул первый серьезный конфликт, послуживший началом необъявленной войны за обеспечение будущего своих детей. Достоверно известно, что граф терпеть не мог, когда лают собаки, а также не любил вишню. Также стоит отметить, что он великолепно владел английским, французским и немецким языками, читал на итальянском, польском, сербском и чешском, изучал греческий и церковнославянский, латынь, украинский и татарский, древнееврейский и турецкий, голландский и болгарский языки. Анна Ахматова в детстве учила буквы по букварю, которые Толстой написал для крестьянских детей. Несмотря на то, что Толстой был потомственным дворянином, он всегда тяготел душой к простому народу. Нередко крестьяне видели его самостоятельно пашущем поле. По этому случаю ходило много анекдотов. Приведем два самых популярных. Лев Толстой сидит в холщовой рубахе и пишет роман. Входит лакей в ливреи и белых перчатках. «Ваше сиятельство! Пахать подо нас!» Или еще. Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал косой и думал. «Да чего ж хорошо!» Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться. Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили между собой в полголоса. «По что барин капусту косит? Кто ж их образованных разберет?» Несмотря на колоссальные литературные успехи и всеобщее признание, писатель нередко находился в депрессиях. В связи с этим в его жизни начинается непрерывный, практически судорожный поиск смысла жизни. Сначала он искал ответы на вечные вопросы в православной церкви, однако он не получил желаемого. Со временем Толстой начал критиковать как саму православную церковь, так и вообще христианскую религию. При этом он утверждал, что христианское учение само по себе хорошее, а вот Иисус Христос, центральная фигура христианства, как будто и не нужен. Именно поэтому он решил сделать свой собственный перевод Евангелия. Вообще религиозные взгляды Толстого были крайне сложными и запутанными. Это была какая-то смесь христианства и буддизма, приправленная различными восточными верованиями. В 1901 году вышло постановление Синода, в котором официально извещалось, что Лев Толстой более не является членом православной церкви, так как его публично высказываемые убеждения несовместимы с таким членством. В последние годы жизни Толстой не раз говорил, «Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были броманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие». Под воздействием новых убеждений Толстой хотел раздать все свои сбережения и полностью отказаться от имущества в пользу бедных. Однако его супруга Софья Андреевна выразила категорический протест. В связи с этим в их жизни наметился главный семейный кризис. После публичного отказа от авторских прав на все свои произведения, что, по сути, было их главным источником дохода, у них начались ожесточенные конфликты. Из дневника Толстого «Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание. Позор мой! Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины?» Разумеется, понять жену Толстого несложно. Ведь у них было девять детей, которых он, по большому счету, оставлял без средств к существованию. Прагматичная, рациональная и деятельная Софья Андреевна не могла позволить этому произойти. В конечном счете, Толстой составил формальное завещание, передав права младшей дочери Александре Львовне, которая полностью сочувствовала его взглядам. При этом к завещанию прилагалась объяснительная записка, что на самом деле его тексты не должны стать чьей-то собственностью, а полномочия по наблюдению за процессами берет на себя Владимир Чертков, верный последователь и ученик Толстого, который должен был забрать все сочинения писателя, вплоть до черновиков. Интересен факт, что Софья Андреевна страшно ревновала мужа к Черткову. Она постоянно заставляла Льва Николаевича убирать со стола портрет его товарища. После очередной ссоры Софья ворвалась в кабинет к мужу и, увидев в рамочке за стеклом фото ненавистного соперника, она схватила револьвер и выстрелила в изображение, потом бросилась в домашнем халате на зимний двор и побежала по улицам с криками «Утоплюсь! Повешусь! Застрелюсь!». После таких инцидентов, которые были нередкими, она приходила, плакала, целовала писателю руки и просила прощения. Великих собратьев по Перу и писательской деятельности ни в прошлом, ни в настоящем Толстой не признавал. На вопрос, что он думает о Пушкине, граф отвечал «Пушкин был как киргиз. Пушкиным все до сих пор восхищаются. А вдумайтесь только в отрывок из его Евгения Онегина, помещенный во всех хрестоматиях для детей «Зима, крестьянин торжествуя. Что ни страфа, то бессмыслица». А между тем, поэт, очевидно, много и долго работал над стихом. «Зима, крестьянин торжествуя. Почему торжествуя? Быть может, едет в город купить себе соли или махорки? На дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, как это можно чуять снег? Ведь она бежит по снегу, при чем же тут чутье? Далее. Плетется рысью как-нибудь. Это как-нибудь исторически глупая вещь и попала в поэму только для рифмы. И это писал великий Пушкин, несомненно, умный человек. Писал потому, что был молод и как киргиз пел вместо того, чтобы говорить. На это Толстому был задан вопрос. «Ну что же, Лев Николаевич, делать? Неужели же бросить писание?» Толстой. «Конечно, бросить. А я это всем говорю из начинающих. Это мой обычный совет. Не такое теперь время, чтобы писать. Нужно дело делать. Жить примерно. И учить на своем примере жить других. Бросьте литературу, если хотите послушаться старика. Мне что ж, я скоро умру». Про Шекспира Толстой говаривал. «Вы знаете, что я терпеть не могу Шекспира». Чехов говорил. «Знаете, почему Лев Николаевич нас, мелких писателей, хвалит, а Шекспира ругает? Потому что мы для него дети, а Шекспир равен ему по величине гения, поэтому и раздражает». Александр Гальденвейзер писал. «С годами Толстой все чаще высказывает свои мнения о женщинах. Мнения эти ужасны. Уж если нужно сравнение, то брак следует сравнивать с похоронами, а не с именинами», – говорил Лев Толстой. «Человек шел один. Ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется. Если я иду один, то мне свободно, а если мою ногу свяжут с ногой у бабы, то она будет тащиться за мною и мешать мне». «Зачем же ты женился?» – спросила графиня. «А я не знал тогда этого». Несмотря на это, Толстой всегда декларировал, что высшая ценность в обществе – это семья. В последние годы жизни Лев Толстой стал в России абсолютным нравственным авторитетом. Его почитали как никого другого, а всемирная слава великого старца окружала его и делала его таинственным и загадочным. В ночь на 28 октября 1910 года 82-летний Толстой, выполняя свое решение прожить последние годы соответственно своим взглядам, тайно навсегда покинул Ясную Поляну в сопровождении своего врача Маковицкого. При этом у Толстого не было никакого определенного плана действий. По сути, это было просто бегство. Однако по дороге он почувствовал себя плохо. Сначала он простудился, а потом у него обнаружили воспаление легких. В связи с этим поездку пришлось прервать и вынести больного Льва Николаевича из поезда на первой большой станции рядом с населенным пунктом. Это произошло на станции Остапова, ныне Лев Толстой, Липецкая область. Слух о болезни писателя моментально распространился на всю окрестность и далеко за ее пределами. Шесть врачей тщетно пытались спасти великого старца. Болезнь неумолимо прогрессировала. 7 ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой скончался на 83-м году жизни. Его похоронили в Ясной Поляне. В газетах была опубликована резолюция императора Николая II о кончине Толстого. «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во время расцвета своего дарования в творениях своих образы одной из славных годин русской жизни. Господь Бог добудет ему милосердный судья». А как вы относитесь к Льву Толстому? Напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал ИФО. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok